Приветствую! Законопроект 10.449 на данный момент находится на рассмотрении в Верховной Раде. Имеется в виду, что вот прямо сейчас депутаты рассматривают в Верховной Раде именно этот законопроект. Вчера, это у нас было 9 апреля 2024 года, комитет, профильный комитет по национальной безопасности, обороне и разведке подготовил окончательную версию этого законопроекта, сделал сравнительную таблицу и сегодня уже вынесли это в Верховную Раду. Обращаю ваше внимание, там более 80 страниц текста, да, если память мне не изменяет. А ну-ка, давайте я сейчас посмотрю даже. Да, 82 страницы текста. И вот вдумайтесь, то есть вчера, максимум вчера, уже после 10 вечера могла быть рассылка этого законопроекта, а сегодня депутаты уже голосуют. То есть депутаты даже не успеют нормально его прочитать, потому что 80 страниц текста вы попробуете просто прочитать. Не вдуматься, не оценить его, а просто прочитать. Вот, вчера тебе дали, сегодня вы уже голосуете. Что наголосуют, остается только догадываться. Но уже сегодня мы с вами точно знаем, что этот законопроект отвечает, ну, практически наихудшим нашим ожиданиям. Почему так? Потому что в этом законопроекте остались те механизмы, против которых, как мне кажется, общество и выступало. Механизмы, которые призваны заставить человека выполнять свою обязанность по защите Отечества. То есть механизмы, которые направлены не на мотивацию, не на объяснение человеку, зачем ему это нужно. Не на то, чтобы дать человеку то, ради чего он сам добровольно пойдет в ЦК и СП. Нет, этот закон направлен на то, чтобы человека заставить. Хотя, стоп, да, давайте справедливости ради скажу, что там есть методы мотивации, там есть это. Например, есть такая норма, которая предлагает, что тем людям, которые придут на контракт, выдавать сертификат на 150 тысяч гривен, внимание, на покупку транспортного средства. А теперь у меня вопрос. А какое транспортное средство человек может купить за 150 тысяч гривен? Я не знаю автомобилей, новых автомобилей, которые можно было бы купить за эти деньги. Наверное, наверное, какой-то мопед действительно можно купить. Ну, всерьез, рассматривать мопед как метод мотивации, ну, вы бы лучше уже тогда просто дали 150 тысяч гривен. Это хоть как-то выглядело, да, можно было бы сказать, что нет денег в бюджете, вот даем сколько можем. Но давать 150 тысяч сертификат на покупку транспортного средства, ну, мне кажется, это смешно, а не мотивация. Что там есть еще? Естественно, мы с вами знаем, что вот эти вопросы о демобилизации были убраны. Вчера вечером эта информация появилась. А я напомню, что изначально этот закон подавался как закон, который нужен для того, чтобы заменить тех, кто уже два года на фронте. И это действительно проблема этих людей нужно менять, потому что, ну, вы представьте себе, в каком ужасе живут люди два года. Так вот, в этом законопроекте изначально нормы были, которые ограничивали срок службы, а теперь их взяли и убрали. То есть, вот люди, которые пошли, добровольцы особенно, да, которые пошли защищать Украину в самом начале, они до сих пор не знают, когда они смогут уйти оттуда. Никаких сроков просто нет. И это тоже большая проблема. Это большая проблема и по факту для тех людей, которые сейчас на фронте, и для тех людей, которые смотрят на происходящее и понимают, что когда ты идешь туда, неизвестно, когда ты сможешь уйти. И это огромная проблема, которую почему-то депутаты отказались решать. Идем дальше. Что там еще есть? Новые полномочия ТЦК и СП. Они имеют теперь право проверять военные билеты у всех без исключения в любом месте, когда угодно, где угодно. И каждый человек обязан носить с собой военно-учетный документ. Причем полиция тоже получила право проверять военно-учетные документы. Теперь причин никаких не нужно будет. Но одна причина, по сути, нужна, это мобилизация. Вот мобилизация есть. Все. Каждый мужчина должен носить этот военный билет. Каждый полицейский и каждый представитель ТЦК и СП должен, может, вернее, его проверить. Далее. В течение 60 дней все, естественно, обязаны обновить свои данные. Как это можно будет сделать? В ТЦК и СП, в ЦНАПе, либо через электронный кабинет. Электронных повесток не предусмотрено, по меньшей мере, в той редакции, которая была на данный момент. Вот, которая выносилась сегодня в зал заседаний Верховной Рады. При этом, если вдруг человек в течение 60 дней не обновил свои данные, то ему по почте приходит требование выполнить, собственно говоря, эту обязанность по обновлению данных. При этом вы можете не забрать с почты, вы можете отказаться забирать, если вам принес почтальон. А может так быть, что вы вообще не живете по тому адресу, где вы зарегистрированы. Но, с точки зрения этого закона, будет считаться, что вы получили это требование. И, если вы его не выполнили, то вас ждет, что суд. ТЦК и СП будет обращаться в суд, в административный суд. Административный суд будет выносить решение о том, чтобы запретить человеку право управлять транспортным средством. К счастью, к счастью, всего лишь так. Почему я говорю к счастью? Потому что мы помним, что изначально было предложение, что сделать? Заблокировать еще и счета и заблокировать возможность совершать сделки с недвижимостью. Урезали это и сжали круг лиц, которых можно принуждать таким образом, что ли, заставлять выполнять эту обязанность, до людей, у которых есть автомобили. Прекрасно. Это к вопросу о равенстве, да? То есть те, у кого нет автомобилей, кто не управляет транспортным средством, сейчас сидят такие, говорят, класс! А те, которые имеют автомобили такие, в смысле? А где же равенство? А в чем разница между человеком, который имеет автомобиль и не имеет? Ну вот, для человека, который имеет автомобиль, есть способ принуждения к выполнению этой обязанности. Отсрочки. А, да, еще, подождите, до отсрочек дальше пойдем. Еще вопрос. Консульские услуги и возможность получить паспорт за границей. Любой загранпаспорт или паспорт обычный грамотяны на Украине. Только после обновления данных. Не обновил данных, либо нет у тебя военного билета, все, консульских услуг не будет. Так будет, если проголосуют именно в этой редакции. Обращаю ваше внимание, что это еще законопроект. По отсрочкам. Ну, наконец-то, наконец-то мы сделали главное. Мы дали отсрочку уполномоченному по правам человека. Надеемся, что теперь он будет очень активно защищать права человека, потому что теперь он не боится, что ему вручат повестку. До этого, безусловно, он боялся. Понятно, отсрочки дали судьям и еще куче госслужащих. А у кого забрали? А забрали отсрочки, например, у тех, у кого супруга с инвалидностью третьей группы. Нет, конечно же, там оставили отсрочки в некоторых случаях. Например, если супруга имеет инвалидность вследствие потери парного органа, некоторых заболеваниях. Но это исключение из правила. А общее правило теперь такое. К счастью, оставили возможность и сохранили отсрочку для тех людей, которые осуществляют уход за родителями. Именно осуществляют уход. Что касается тех, кто имел отсрочку по инвалидности родителей первой либо второй группы, те будут иметь отсрочку только в тех случаях, если нет другого человека, который не военно обязанный. И он будет тогда утримоваты. Ну, то есть, например, у вас есть сестра, она не военно обязанная. Ну, соответственно, пусть она занимается утриманием родителей. А вы идете служить. Есть что делать, если два брата, например, и оба военно обязанных, либо брат и сестра оба военно обязанных. В этом случае сам инвалид выбирает того, кто будет осуществлять утримание. А другой, соответственно, отсрочки иметь не будет. И все это будет отслеживаться через реестр военно обязанных. О чем прямо и сказано в самом законе, что, мол, надо все это обязательно отслеживать через реестр. Друзья, в целом этот закон, знаете какой? Ну, вот мое мнение, мое мнение, мое мнение как человека, который в свое время изучал теории мотивации и который знает, что ученые, психологи, социологи, да, наверное, психологи сначала теорию разработали, социологи потом доказали на практике, что для того, чтобы человек делал то, что вы от него хотите, вы должны его в первую очередь убедить в этом. Убедить, что ему это нужно. Именно так работает та любая компания, которая успешно продает, например, телефоны. Она убедила, что телефон с яблоком нужен всем, поэтому его все хотят. Хотя он не является необходимым для жизни, но тем не менее все хотят. Помимо того, чтобы человека убедить в том, что ему это нужно, было бы неплохо дать ему еще и какую-то, знаете, дополнительную морковку, что вот смотри, вот сейчас если ты сделаешь это, то ты еще что-то получишь. Мы вместо этого придумываем другое. А что мы придумываем? На момент записи этого видео, а это всего лишь 13.55. 10 апреля, закон 10.379, тот, который усиливал уголовную ответственность, усиливал административную ответственность, уже принят, но пока еще вроде бы в первом чтении, а не в окончательном варианте. В каком виде его приняли, мы еще не знаем, но мы уже видим вот этот подход. Палки. Палки. Вот это и есть загон палками, по сути, да? Но такими правовыми палками. То есть мы строим не механизмы поощрения, мы не строим механизмы позитивной мотивации, а мы используем механизмы негативной мотивации. Друзья, на этом все, потому что мне кажется, что говорить о законопроекте уже достаточно. Будем ждать окончательного текста, текста закона, когда его уже принят, когда это станет законом 10.449, и тогда поговорим подробно по каждому пункту, который вас беспокоит. Обязательно будет целая серия видео, где буду подробно разбирать все моменты, которые беспокоят людей. Да и меня, собственно говоря, тоже. На этом все. Сидим и смотрим в ожидании, да, мониторим информканалы, когда появится информация о том, что за него проголосовали, и тогда обязательно будем с вами разбираться. Все, друзья. Удачи, благополучия вам и, конечно же, мира. Ну, еще и депутатов сейчас вам пожелаю, которые думают о людях, а не только о генеральной линии партии, скажем так. Все. Пока-пока.